Гражданское общество Гражданское общество называется буржуазным Бурж это город Бурж это по-французски Бург по-немецки Буржуа это житель города А вот в силу того, что в городе Особенно в старинном, средневековом, европейском Все трутся друг об друга То им приходится друг с другом как-то мириться У них общие проблемы есть Хотя бы водосток по улице устроить Раньше, простите, из окна все выливали Сразу все это из ночного горшка Надо, чтобы стекало, а не накапливалось То есть надо как-то всем было Вместе жить, друг к другу Приспосабливаться, стараться Один развел костер во дворе Сразу сказать охраннику Вон мой сосед костер развел Сейчас он загорится ведь все Приходит охранник такой с переломанным носом Злющий Хрясь его, потушили костер А ему ноги поломали Ничего не поделаешь Я навел, а моему соседу побили ноги Вот мы так никогда не сделаем Мы никогда не пойдем стучать на соседа Поэтому у нас общество не буржуазное Мы не готовы к созданию такого общества Которое называется гражданским обществом Вот у нас был один такой персонаж гражданского общества Как мне представляется, Павлик Морозов Так для нас это как-то негативный пример Советская власть хотела одно время для него памятник поставить на Красной площади Потом сказали, что вы с ума сошли Памятник Павлику Морозу на Красной площади Нас не поймут Народ нас не поймет Такое было выражение Ну вот, а тем не менее Вот сейчас считают, что надо создавать гражданское общество Сами понимаете, кто так считает И вот у нас в гостях аспирант МГУ Он же учитель школьной, средней школы Преподает он там общественные науки Историю и общество знания Володин Эдуард Игоревич Володин Эдуард Игоревич, он, конечно, сама не согласен Он считает, что надо внедрять людей в гражданственность Чтобы люди, значит, говорили Что вот мой сосед пьяный, сел в машину, поехал Сейчас я наберу Жиг соседа остановит И лишат прав Может быть, даже на всю жизнь Может быть, даже машину-то И конфискует Такой бы закон-то ввели бы, да? Но зато сосед останется жив И будет вот сидеть на своем участке Рядом с моим домом И ворошить грядку огурцов Ну, вот сразу Я хотел бы определиться Потому что получается, что Вы представили граждан Гражданское общество Да Гражданственность Как некое понятие буржуазного общества Городского общества Которые принимали активное участие Прежде всего В деятельности и жизни государства То есть Поэтому История с доносами История с жалобами Ну, в так называемые органы Государственного управления В государственного аппарата Это, ну, может быть Какое-то из элементов Проявления вот этой самой Гражданственности Но основная идея здесь Все-таки не в этом Основная идея Во-первых Ну, прежде всего Необходимо сказать Если мы говорим Что человек Допустим Гражданин России То у него должна быть Банально правовая связь Между государством И ним А что такое Банально правовая связь? Ну, он должен Иметь паспорт Гражданина Российской Федерации Ну, вы формальности Нам рассказываете Да Это важный этап А паспорт он должен иметь Для чего? Чтобы там зарегистрироваться Прописаться Чтобы на улице Правоохранитель проверил Уже теперь без перелома Да, да, да Чтобы иметь все те права Которые имеет Именно гражданин Той или иной страны В отличие от неграждан Ну, и вот следующий этап Ну, вот, насколько я знаю Вот в Москве Неграждане имеют Немножко больше прав Чем граждане Потому что Неграждане Это иностранцы А им Чтобы зарегистрироваться В Москве Достаточно было Ну, по крайней мере Несколько лет назад Достаточно было Взять на почте Бланк За сто с чем-то рублей И написать уведомление Я нахожусь там-то Я проживаю там-то И отправить по почте Туда, куда следует А вот гражданин Из другого субъекта Федерации Он должен был Представить Значит, в милицию Там, где прописка Ну, регистрация Теперь называется Значит, договор О найме помещения Которое, естественно Никакой наниматель Составлять не будет Потому что 13% Жаба задушит Его заплатить Реально Гражданин в Москве Имеет меньше прав Чем не гражданин Вот это реально так Ну, вот в этом плане Да В этом плане Не поспоришь А если мы говорим Про И поэтому мы никогда Не пойдем на соседа Стучать Вот в моем районе Когда что-то происходит Убьют кого-нибудь Никого не опрашивают Знаете, никто ничего Не скажет Но тут вопрос Про политическое участие Все равно Так или иначе Мы сводим все к этому То есть Гражданин имеет Право Выбирать своих представителей В органы власти Которые Затем Ну, должны Совершать Те или иные действия Которые Будут направлены На его Благоустройство Вы про какую эпоху говорите? Про советскую эпоху Нам вот назначили Кого выбрать? Или нет? Наверное, нет Про современную эпоху Тогда я, значит, вот Вспоминаю Открываю свою память А там у меня Очень много примеров Которые нам в советское время Приводили Про свободные выборы На западе Они таки, да, свободны Они такие же свободны Как у нас сейчас Да? Но это, в общем-то говоря Нам говорят Вот балаган Да? Вы можете посмотреть Много примеров Ну, о, день выборов Это наш фильм Пожалуйста День выборов Можете импортно-американские Смотреть Какие угодно Там много тоже Вот Показывают Вот всю Так сказать Фальшь Выборной системы Да? Ну, какой там выбор? Какие-то балаганы Я понял Да, я с вами согласен Но мы же должны стремиться Все-таки к чему-то идеальному И вот тут и возникает История про гражданское образование К гражданское воспитание Это очень похоже на историю Про сыр Который в мышеловке Мы стремимся К бесплатному сыру У нас хлоп И все Ну, на мой взгляд Все равно Так или иначе Мы можем воспитать Те самые качества Которые позволят Нам активно участвовать Да, чтобы он шел в мышеловку Чтобы он шел в мышеловку Я согласен Не чтобы он шел в мышеловку А мы будем смотреть И там О, смотри Еще один в мышеловку пошел Ха-ха Я понял А мы туда сыр подложили Просто вот эта аналогия С сыром в мышеловке Получается, что Сыр в данном случае Как будто кто-то дает извне Да? Бесплатно Ты можешь ничего не делать И кто-то сыр этот Поставляет Ну, пожалуйста Вот регистрация, например Вот приезжего человека в Москве Он зарегистрировался Теперь хозяин его квартиры Должен платить 13% И, соответственно Он с него возьмет Эти 13% И вот он сыр Вот она мышеловка Да А теперь он зарегистрирован Теперь он может в Москве работать Да Вот, пожалуйста Вот он заплатил за это сыр Но при этом Он при этом еще платит налоги Он еще при этом платит За него в пенсионный фонд Но в пенсионный фонд И налоги в бюджет Москвы А не в его родного города Вот Вот удивительно Но при этом Пенсию он будет получать у себя Там, где он не платил Там, где платили Там некие люди Которые мало зарабатывали Но при этом Если мы с другой стороны Посмотрим на эту проблему Все равно, получается Он Эти 13% Пойдут Допустим На благоустройство Каких-нибудь Общественных мер На благо москвичей На благо москвичей, да Ну так он же Ну так он же сейчас здесь живет Да, но он в магазине Не может покупать По скидке 3% По карте москвича Не может Пенсию он не будет Московской получать Даже если он купит В Москве квартиру И пропишется постоянно Потому что он не из Москвы Мне кажется Вот это вот прелести Гражданственности История про пенсии Она же все-таки Откладывается на Н промежуток времени И все-таки Современное общество Как я могу посудить Там по людям Которым сейчас От 25 до 40 лет Они не думают Не очень думают О пенсии И в очередной раз Обманут Да Но как честные граждане Они получают Зарплату не в конверте А на счет Значит в банке И за них работодатели Перечисляют В медстрах В соцстрах И на пенсионное страхование Ну кроме всего Налоги 13% Пока 13% Ну то есть вот поэтому Даже те люди Которые готовы Платить эти 13% При этом не думая О будущей пенсии Они все равно Значит понимают Что эти деньги Которые они платят Своей зарплатой Может быть Они бы рады были Не платить Согласен И вот это вот Ключевое слово Может быть Я согласен Я бы знаете Как вот Я вспоминаю себе Вот представьте себе Вот поселенцы Только прибыли На голую Дикую землю Может быть это Сибирь Может быть это Дикий запад Соединенных Штатов И вот поселенцы Говорят Вот у нас дорога Совсем никуда Вот у нас тут Переправу надо бы сделать И вообще детишки У нас Видите К ним надо Учителя нанять Да Давайте Граждане поселенцы Скинемся И наймем Значит Вот это все сделаем Вместе Потому что нам Всем это нужно Да Заодно надо бы Колодец выкопать Да правильно А шерифа нанять Чтобы в случае чего В правил Дайте мне дань Собрали дань Слушай У них еще есть Давай-ка вернусь Давай-ка еще Давай собирай дань Так извините меня То что мы дань Собираем князю Это нам не пойдет Согласен Был такой замечательный Князь Дмитрий Донской Помните его Прозванный потом Дмитрием Донским И ему значит Мамай разрешил Собирать меньше дань Так он А платил ты меньше А собирал все столько же Вот за это Мамай решил его Наказать на Куликовом поле Не вышло Смотрите Вы сразу В своем примере Сказали о том О лучшем проявлении Гражданственности То есть когда Вот эти люди Допустим В какой-то Небольшой местности Самоорганизовались Самоорганизовались Кооператив По строительству Водопровода В наши дома Да Но при этом Они же все равно Выбрали шерифа Но шериф-то Он должен следить За порядком Потому что В наш замечательный Благоустроенный город Понаедут Всякая шалупонь Да И вот он Эту шалупонь Будет колотить И прессовать Это чужие Это вот Понаехавшие Ну то есть Это все равно Как орган Государственного управления В дальнейшем Это орган нашей защиты Не каждый из нас Ходил бы С пистолетом Иначе Дай бог Мы друг друга Перестреляем Потому что Среди нас много пьющих Мы переселенцы Все согревались А алкоголем Вот На дороге Вот и поэтому Ну вот поэтому Как раз таки Вот завершающий этап Этой гражданственности Ее лучшее проявление Когда мы просто Допустим Нанимаем шерифа Нанимаем еще Какого-нибудь чиновника Который решает Все эти вопросы На которых у нас Нет времени Но при этом Мы знаем Что он нас Не обманет И он будет Все делать Тоже Ну то есть Это идеальный вариант Ну вот у нас Такой истории Не было Мы никогда не Не обривали Шерифов У нас был начальник Спущенный сверху И более того Те переселенцы Которые куда-то Переселялись Они переселялись Вот подальше Вот от этой власти Чтобы туда Вы искали Беловодие Где нет Полицмейстеров Где нет Призыва в армию Нет и все такое Прочее Вот туда люди уходили Искали беловодие Такое легендарное Беглые все эти крестьяне Казачьи Казачий круг Вот это да Это демократия И кстати в Америке Тоже у них есть Легендарные личности Которые вот как раз Стали вот Так сказать Дог холидей Которые вот они Ну Самодеятельная власть Которая навела порядок Там где-то вот На Диком Западе Да Вот Кстати говоря По поводу этой деятельности Дог холидей Снято больше фильмов Чем про Ватерлоу Да Вот эта перестрелка Полуминутная В короле Там этом самом Да Вот она вот Воплощена В большем количестве фильмов Чем Ватерлоу Ну вот Это было большое значение Я понимаю Это самоорганизация Да Вот она самоорганизация По полной программе с кольтами Но при этом Вот сейчас даже Если мы говорим О современном положении В итоге все равно Получается Отчасти нам сверху Пытаются спустить Эту гражданственность Даже Ну И это выглядит так Чтобы ребята Шли в мышеловку Когда сверху Ребята Чтобы ребята Шли в мышеловку Я согласен с этим Да Но при этом Если мы пытаемся Опять же Со школьной скамьи Воспитать вот эти Качества Ответственности Активности Тогда мы воспитываем Когда это ответственность Активность На базе независимости Я независим Но я так независим Что давайте Я буду с соседом Все-таки Как-то вот Корректировать Свою независимость Я могу вылить На улицу Из ночного горшка Но давайте Так сделаем Чтобы у нас был водосток И чтобы Какое-нибудь стекало В речку Ну да Поэтому так и есть Ну вот Современные Ну я свободен вылить Да А по-моему У нас вылить на улицу Сразу будем Ну так потому что Никто этого Никогда и не воспитывал А сейчас пытаемся То есть Вот опять же Ну нет Это искусственно получается Честно говоря Мое такое отношение Искусственное Ну вот Свобода В связи с тем Что много скептиков Поэтому Так тяжело Провести все А вы понимаете Откуда идет скептицизм И тогда Может быть быть проще Скептицизм идет Идет с поры Когда люди освободились От крепостного права Переехали в города И вот это вот Огромное количество людей Которые сейчас живут в городах Они так или иначе Все Либо потомки Тех Кто когда-то вырвался Из деревни Либо вот люди Которые из деревни Вырывались Вплоть до 60-70-х годов Он вырвался Приехал Да Вот В Москве Это в основном Были бывшие деревенские Когда им Как сказать Приезжий человек Значит Приезжал в Москву Из другого города Ну это Москва Большая деревня Ну да Не только потому что Там везде деревья понатыкано Да как в деревне В других городах Так много леса Нет Потому что там Ленин-то деревенские Лица деревенские Манеры Манеры говорить У москвичей деревенские Ну да Я согласен Воздух города Делают человеку свободу Но при этом Свобода Вот тоже вы сказали о том Что она должна быть Как-то ограничена То есть опять же Чтобы вылить это все Не просто на улицу Да В парадную А водостолк То есть Точно так же и здесь Но мы вместе с соседом Это водосток сделаем Да Это нам не сверху спустили Да Но вот сейчас Просто если перейти к школе Да К гражданскому образованию Как делается Как То есть школа Я как учитель Выбираю Что не буду я Весь год Там какому-нибудь Шестикласснику По 45 минут в неделю Рассказывать Лекционные темы А я буду ему говорить Если вы хотите Чтобы урок Наш был интересен Тогда вы должны Сами какую-то тему Привнести Сами решить Какого будет формат Урока Но при этом Я буду корректировать Понятное дело Как учитель И тогда у них Появляется И ответственность И активность То есть Они понимают Что если они вместе Договорятся То они сделают Допустим Какой-нибудь проект Который Развеселит их На уроке Или сделает Восприятие Информации Более легким А не просто Когда Любой учитель Даже самый великолепный Мне кажется Если 45 минут Шестикласснику Что-то рассказывать Никогда его не будут Слушать Да Уснут И все остальное Им надо 20 минут На урок еще Малышам Ну вот Поэтому Это одна история Точно так же В школе Какие мы можем Избрать методы Вот у меня есть Отличный пример С субботником Совсем недавно Он проходил И перед этим У меня в седьмом классе Был урок Касающийся Экологической безопасности И были ребята Которые выступали За сохранение природы Активно За сохранение птиц Там Животных И все остальное Но при этом Я им говорю Вы пойдете На субботник Мы должны Да Как-то обустроить Вот территорию Вокруг нашей школы Да Очистить ее И так далее Они говорят Нет Мы не пойдем То есть Мы хотим Там на дачу Еще куда-то То есть Вот он пример Что Вот эта любовь Там К природе И ко всему остальному Она должна Проявляться В действиях А если мы Этому не научим Никакой гражданственности И гражданского общества Не будет Школа как-то очень далеко От дома Он не воспринимает ее Как свою Вот если бы Не всегда Прибраться на своей улице Перед домом Вот это как-то Вот воспринимается Должны существовать Особенно люди живут В одноквартирных домах Какие-нибудь механизмы Жилищного Этого обустройства То есть Все эти Городские структуры Должны взаимодействовать С гражданами Со школами Ну Все равно Сейчас Немало школ Которые Находятся Возле дома И там Опять же Ребенок может К ней относиться Так же Внимательно Вот одна дама Пишет В газетке Местной Московской Говорит У меня перед домом Говорит Пятиэтажка у нее Хрущевская После дождя Долго лужи не высыхают Поэтому я считаю Что наш дом Надо снести И переехать В другой дом Вот всерьез Это как можно воспринимать Такой аргумент Что вот дом Надо сносить Потому что лужи Перед домом Не высыхают Вот когда снести его Лужи сразу высохнут Нет Ну нет конечно Потому что она Получается не понимает Вот этих причин Следственных связей Не понимает Причин Следственных связей А тут мы возвращаемся Ну вот редактор газеты Он видимо их понимает Но тем не менее печатает Ну как раз Чтобы показать Наверное Что надо сносить Нет Что люди не понимают Что это вот Продвижение идеи То есть вот это второй момент Еще через это Гражданское общество Если у нас формируется Да Таких ответственных граждан Через него можно Протягивать Разного рода решения Да Что в общем-то и делается В общем-то В развитом Гражданском обществе Да Ну так и есть Вот Америка Там ведь очень всегда Миротворческие настроения У всех Но она тем не менее Сумела поучаствовать В двух мировых войнах Да Да Сумели население Так сориентировать Что они отправили Своих детей на убой В Европу Да Вот так вот Ну Управляемое гражданское общество Ну Управляемое гражданское общество Конечно Вот если не будет Гражданское общество Нельзя будет им управлять Вот Управляемый автомобиль Я понимаю Если нет автомобиля Никак Нечем рулить Хаос Он ничего положительного Почти не несет Ладно Я вот тут все сеял Свои анархосиндикалистские Так сказать Утверждения Вот у нас есть 4 минуты Утверждайте То, что вы считаете нужным Ну Получается все равно Вот то, что я уже Да Сказал Опять же И про гражданское воспитание И про гражданское образование Просто Все должно быть Выстроено Последовательно Достаточно Потому что Если мы ведем детей Допустим На тот же субботник То вряд ли Это воспитает В них Действительно Понимание того Что это очень важно Что это очень нужно И поэтому Да Принудиловка И все То есть Заставили учителя Там Директор Родители Все вместе Ну вот А если Если мы Например В совокупности Это делаем С содержанием Учебных предметов И просто Погружаем их В такую Среду Образовательную В которой они понимают Что действительно Их решения На что-то влияют Было такое Самоорганизовались люди В конце советской власти Отремонтировали Какой-то старый дом В черте Историческое города И превратили его В культурный центр Да Там Выставки были Музеи были А потом Оказалось Что этот дом Когда-то Принадлежал церкви И его гражданское общество Отобрало У этого общества И передало Значит Монастырю Вот Ну Опять же Это Все зависит От вот этой Самой активности На самом деле Это же не Первый день И не сейчас Я придумал Это про гражданское образование Про гражданственность Проводится Исследование Международное ИСС И Россия В них тоже участвует И вот Как раз Эти исследования Показывают Что наши Школьники Восьмиклассники Банально Не знают Каких-то В том числе И своих прав То есть У них низкая И правовая грамотность И политическая И экономическая И поэтому Эти исследования 14-го года И вот Они Как раз таки Показывают Что Получается Никому не интересно Что происходит Вокруг То есть И тогда Мы Самое удивительное Что этих прав И правоохранителей Не знают Это очень часто Я согласен Он не знает Что у вас какие-то Есть права На своем работе Вам много взяток Дают Нет Начинаете Начинаете Отказываться Коррупция Это Вообще Другой вопрос Ну вот Я про это говорю Тут Опять же Это все сложно Если брать Даже исторически Вот В конце 19-го века После убийства Александра Второго Все либерально Настроенные Круги Они Отошли От политической Борьбы И приняли Такое решение Да Действительно Теория Малых дел Их отогнали Отогнали Ну вот Они приняли Такое решение Теория Малых дел Да Что они На своих местах Пытаются Что-то создать Да Эффективно И полезно Но к сожалению Это ни к чему хорошему Не привело Еще один плохой пример Приведу Из нашей истории Это было Время Петра Первого И он решил устроить Как это Магистраты Помогут Да А потому что Ну что говорит Все дворяне правят Правят Все эти Все эти Нехорошие люди Коррупционеры Ну и устроили магистраты Магистраты Вот свои местные Мещане Граждане Должны были управлять Так они стали Еще круче Заворачивать Моздоимство выросло Пришлось Эту систему Ликвидировать Мещане В данном примере Они Сто процентов Менее грамотные люди Если низкий уровень Образованности И узкий кругозор В целом То тогда Ни о какой Гражданственности Вообще Не стоит говорить По-моему Доходное место Это вот есть такая Пьеса у Островского Вот там как раз Объясняется Значит Основу гражданственности Что брать надо По чину Не по чину берешь Все Вот это вот Самое главное То есть каждый должен Знать правила Кто чего кому должен Да Вот Полисмейстеру Праздничку подарочим Все нормально И все будем жить По чину Но при этом Опять же Вот ключевой момент Здесь Про гражданство Про гражданское общество Когда будет высокий уровень образования У людей Тогда будет и гражданское общество И гражданство Я согласен Что просвещение Всему голова Да Но это такая Наверное прописная истина И самоорганизация еще Да Гайку чтобы отпустили сверху Тогда мы и самоорганизуемся Ну Тут сложно Об этом говорить Потому что Опять же Если все время давят И если даже Эту гражданственность Пытаются навязать сверху То из этого Ничего хорошего не получится Внизу самоорганизуемся Это есть такие Самоуправляющие организации Воры в законе И так далее Ну Кстати говоря Очень демократичная контора Ну Ну ладно Время наше закончилось К сожалению Спасибо вам большое Тем не менее Уж извините Если что не так Спасибо Все нормально Вот и публике нашей Спасибо большое за внимание Удачи вам всех благ Самоорганизуйтесь Да И к свободе К свету Ура Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...